И финансы, и грамотность. Как это происходило? Что было до и что после изменилось? Можно накопить большую и огромную сумму. Она ежемесячно растет, растет. Когда появляется цель, появляются возможности. Вроде бы все просто. До этого как у тебя было? О, давай-ка в субботу у меня была традиция с пацанами в баньку сходить. Это же мой кошелек, мои деньги. Я в любое время нажму на кнопку, я могу вывести. Фундаментально с чего-то маленького и простого. Все-таки людям надо начать, да? Государству это не нужно. Потом им тяжелее будет управлять спасением утопающих. Это же надо выработать себе привычку. Ты что, не можешь конкретно цифру назвать? Он же должен до рубля знать. Он знает только в моменте. Есть что-то, с чем можно оплатить. Да и ладно. Вот финансово грамотный человек. Кто бы думал, что за неделю можно собрать 37 миллионов? Ну кто бы думал? Деньги, они должны быть вот так вот. Раз я достал и на, решил. Друзья, приветствую всех. Саламу алейкум. Сегодня у меня в гостях Кумар Мухамедзианов. Финансный советник. Инвестор с 19-летним стажем. Основатель школы «Промиллион». А также с нами Артур Адзитаров. Юрист с 13-летним опытом в строительной сфере и руководитель компании «Коллеги юристов». Основатель закрытого клуба «Имвесторов». Саламу алейкум. Кумар, я бы хотел все-таки начать с вас. Есть такая большая фраза, то, что вы согласны с ней, не согласны. То, что финансовая грамотность – это причина к бедности. То есть те, кто не знают о ней, те, кто не практикуют. Вы согласны с ней? Во-первых, благодарю, что собрались. Наконец-то мы давно хотели. Я надеюсь, что такие подкасты у нас будут, иншалла, постоянными. Я надеюсь, что они будут полезными для наших зрителей, иншалла. Конечно, брат, финансовая грамотность – это та штука, которая может нас сделать и состоятельными, и, как ты сказал, отсутствие ее может сделать нас с огромным количеством проблем. В первую очередь финансами. Но так как у нас семья, человек состоит из разных областей жизни, наша жизнь состоит из разных сфер, а финансы – это одна часть, если там будут проблемы, проблемы будут и везде, и в остальных областях жизни тоже. Тогда, раз мы говорим о финансах, финансовая грамотность, об этом очень много информации, вкратце могли бы сказать, что это такое? Потому что каждый импортифицирует по-своему, чтобы понять легко и доступно. Финансовая грамотность состоит из двух слов, из двух частей – финансовая грамотность. Если мы просто возьмем логику, если мы знаем, что делать с финансами, значит, мы финансы грамотные. Если мы не знаем, что делать с финансами, если мы не знаем, как живут деньги, по каким законам они живут, как распределяются, как нужно распределять тот доход, который вы получаете, то получается, вы финансы безграмотные. Очень все просто, на самом деле. Да, но на самом деле все так просто, что по сей день люди к этому не стремятся, не делают. Да, большинство финансов, к сожалению, финансов безграмотные. Да. Я, насколько знаю, Артур, вы также пришли к инвестированию, к пониманию финансовой грамотности и так далее. Относительно недавно, при знакомстве с Кумаром, могли бы немного рассказать об этом? Как это происходило, что было до и что после изменилось? На самом деле я с Кумаром знаком уже давно-давно, познакомились мы с ним где-то на обучение по как раз-таки финансовым исламским и иным знаниям. Это в Татарстане было лет 15, наверное, назад, если не больше. Если не больше. Ознакаев это было? Да, ознакаев. Познакомились мы с ним и начал я его служить совершенно недавно, это было года 4 назад, как раз-таки в пандемию, когда многие люди, когда делать нечего было, залипали в прямых эфирах, в инстаграме, сами понимаете, потому что делать на самом деле было нечего. И вот тогда я как раз-таки его услышал. И главной фразой это было, а почему мы не откладываем, почему не экономим, почему мы не инвестируем? И эти слова для меня, наверное, как-то изначально пугали. И вот именно в моменте, когда нечего было делать в пандемию, я как раз-таки и услышал. Услышал пример, как снежный ком. Как снежный ком по 500, по 1000 рублей каждая семья может откладывать, откладывать. И на протяжении 5, либо 10 лет, зависимо от стратегии, от цели, можно накопить большую и огромную сумму. Тогда Кумар показал теорию сложного процента, где каждый человек думает, что он по 5000 в месяц откладывает и умножаем на 12 месяцев. И на следующий год, на 13 месяц, на январь, переходит, вы думаете, определенная сумма. Но так как она работала, переходит совершенно другая сумма. И каждый месяц, та сумма, которую вы инвестируете в тот или иной продукт, неважно, пусть это фондовый рынок будет, либо это криптовалюта, либо это товарный бизнес какой-то, она ежемесячно растет, растет. Через 2-3 года эта стоимость уже не та, как вы думали, по 5000 умножаем на 10, на 12 месяцев, либо на 24 месяца. Она уже выросла в 4 или в 5 раз. Поэтому именно тогда я решил проэкспериментировать в своей жизни и попробовать начать откладывать. Тогда я понял о том, что когда появляется цель, появляются возможности. Возможности, она не просто появляется. Раз, ты заработал деньги и потратил в никуда. А когда у тебя четкая цель, когда ты уже ставишь, делаешь неяд, Всевышний тебе помогает, когда цели. И вот тогда я уже начал распределять портфели. Этот портфель мне с неядом нужен на эти благие цели. Этот нужен мне на такие. Ведь мы сами знаем, как мусульмане, что ставят цель, это ведь тоже довольствие. Выйти через 10 лет на пенсию, при этом потом уже посвятить, например, больше знаниям, больше этому, этому. Либо построить, например, через 5-10 лет мечеть. Вы откладываете. У каждого свой какой-то неяд, свой портфель. И вот формулируя новые портфели, новые цели, Всевышний вам на это портфель, на эти цели дает денег. Аль-Хамдуля, дает. Вроде бы все просто, а до этого как у тебя было? Ты не откладывал? Просто все тратил, да? Так, как и 99% людей, населения. Пришли деньги? Ушли. Ну, куда ушли, ведь мы все прекрасно знаем, деньги легко всегда уходят. Поэтому только после постановки цели приходят определенные денежные средства именно на эти цели. Но еще, наверное, мотивация вырастает. Да, конечно. Ты уже понимаешь, для чего это все делается. Фокус внимания у тебя. То есть, например, возьмем, средняя семья получает 100-150 тысяч рублей. Либо мужчина, либо вместе с женщиной 100-150 тысяч рублей доход. И когда уже есть такая цель, ты уже не говоришь, о, давай-ка в субботу, у меня была традиция с пацанами в баньку сходить, или мы с женой по вторникам чисто покупали это, то, ходили в рестораны. Тут уже общая цель, и мы минимизируем свои какие-то риски, свои потери, либо, как правильно назвать, минимизируем дополнительные расходы. Может быть, ненужные. Ненужные расходы, их 5% точно в месяц у каждой семьи. Но видишь, многие говорят, вот я зарабатываю 150, например, семья, я не могу, я не могу ничего там уже урезать, у меня и так все там по минимуму. Один из примеров я не могу, я вижу сейчас на фоне сбора московской мечети. Вот я не знаю, как было поставлено такое испытание перед братьями в Москве. Нужно было сейчас построить исламский центр. Они там уже сделали, просто выкликали. Они раньше в аренде были, и собственник помещения сказал, я даю вам определенное количество дней, срок был очень маленький, 60 миллионов рублей. Вот на сегодняшний день, на сегодняшнее утро, мы вместе с Джематом России собрали 37 миллионов рублей. Осталось еще чуть-чуть. Но вот именно эта цель, когда встала, вот тогда начался сбор. И вот кто бы думал, что за неделю можно собрать 37 миллионов? Ну кто бы думал? Это всем Джематом. Конечно, есть риторические вопросы, почему московские так долго подключаются, почему даже татары больше делают, например, для москвичей. Это испытание. Это другой вопрос. Да. Артур, вы здесь вспоминали то, что вы все-таки начали постепенно переходить. Значально знания взяли, да, в плане финансовой грамотности. Получается, это было до знакомства с Кумаром? Вы как-то, какие-то знания были и откуда-то черпали. Только потом, после знакомства с Кумаром, вы начали уже активно этим заниматься? На самом деле, знания, которые сейчас даются в интернете, в ютубе, в инстаграме, здесь купил, сэкономил, тут взял в аренду, сдал в аренду, в субаренду, например. Их же очень много. Поэтому элементарно какие-то знания были, но именно благодаря тогда, когда приходит мощный инсайт, в моей жизни это был инсайт от Кумара, это как раз-таки и повлияло на то, что я задумался, что пора начать копить. Копить легче воспринимать слово, чем инвестировать. Инвестировать – это потери, страх, боль какие-то. А именно инвестировать – это же мой кошелек, мои деньги. Я в любое время нажму на кнопку, я могу вывести. Не важно, с какой площадки, не важно где, но я контролирую это. Просто в современном мире сейчас больше и больше становится возможности копить денег. Я могу давать деньги на… да везде, вот где бы я ни видел. Вот, например, есть брат, у которого есть друг, съемщик, есть знание СММ, есть аренда. Я даю вам деньги на стартап, вы развиваетесь, вам платят блогеры денежные средства, и вы таким образом на мой стартап закупили с оборудованием, сняли в аренду, пригласили одного, второго, третьего на подкасты и просто развиваетесь. И эти денежные средства вы мне отдаете. Ну, как инвестор выступает, получается. Да, да, да. И сейчас вот вокруг нас есть очень много людей, которые реально работают в реальном секторе. Можно в них… у каждого знакомого есть 5-10 предпринимателей, которые можно вложить. Тут же кафе. Подошел к другу, спросил. Слушай, а ты откуда берешь кофе? Где ты закупаешься? А, у такого-то посадичка. А почему ты не его покупаешь? А где ты берешь стаканчики? А где ты берешь тарелочки? А где ты… Найди слабое место, сам найди решение пути и просто поставляй. Сперва начни с одного кафе, потом в другое, потом в третье, потом в четвертое. И на самом деле, то есть для инвестирования, куда именно, очень много сейчас путей и платформ, которые помогают накопить. Тем более, у нас центральный банк вводит новые меры, у нас ключевая ставка стала больше, мы боремся очень сильно с инфляцией. И хотелось бы также сказать, почему у нас инфляция? Инфляция – это тогда, когда спроса очень много, а предложений на рынке мало. Денежных средств в России было так много, у каждого человека, в каждой семье. Да-да, в каждой семье было денег на самом деле много, мы это просто понимаем. А предложений на рынке мало. Центральный банк выдает другим банкам легкие деньги под малый процент. И другие банки начали раздавать налево-направо. Кто-то из частных инвесторов мог купить по шесть, по семь квартир. Тогда вы, еще в том году, вы даже не думали о том, что можно было бы купить льготную ипотеку, либо лизинг, машины, оборудование, заняться хоть чем? Именно легкими деньгами под маленькую ставку рефинансирования. А сейчас уже Центральный банк ввел новые инструменты, где ставку уже повысил, где у населения уже денежных средств не так много. Регулятор в лице Центрального банка как раз-таки тормозит экономику специально, чтобы мы меньше покупали, чтобы производители, например, застройщики домов, либо производители продуктов и питания видели о том, что его продукцию меньше покупают. И, соответственно, столкнуть лбами все производители и цены, чтобы они начали... Чтобы сдержать рост цен. Рост цен. И начали уже предоставлять скидки, либо снижать товары. Поэтому эта инфляция происходит. На фоне данной как раз-таки инфляции, на фоне ставки ключевой, можно инвестировать по 25, по 30% годовых. Поэтому призываем вас тоже находить. Именно курс Кумара как раз-таки помогает разобраться в мире финансов, в мире инфляции. Понимать, какой платформой, какой площадкой лучше на сегодняшний день воспользоваться. Артур, я думаю, это прекрасный пример. Но они такие глобальные. Я думаю, фундаментально с чего-то маленького и простого. Все-таки людям надо начать. И, как мы упомянули, это некая финансовая грамота. Вы сказали, что начали откладывать и дальше перешли на новую стадию. У нас все-таки получается некая тенденция, то есть проблема образовательных платформ, которые нет в школьных программах, нет институтов в программах. То есть почему эта проблема существует? И какие бы решения могли бы присутствовать здесь? Да, мы уже не раз об этом говорили, то что финансовая грамотность не дает ни в детском саду, ни в школе, ни даже в университете. В университете могут быть какие-то уже сложные вещи, но элементарные вещи, которые помогут ежедневно человеку правильно управлять финансами, этих знаний нет на самом деле. Сейчас еще стало более-менее, появились хоть какие-то книжки, например, мои коллеги пишут книжки, финансовые советники пишут книжки, какие-то, может быть, брокерские компании пишут книжки, более-менее что-то есть еще. Я когда начинал в 2005 году, вообще ничего не было, вообще ноль. Я читал только западные книги и на них учился. Но причин, наверное, много, и они очень разные, как объективные, так и субъективные, но по факту глобально это никому не выгодно. Государству это не нужно. Зачем ему делать человека финансово независимым, потом им тяжелее будет управлять. Поэтому глобально это никому не выгодно, кроме нас самих. Есть же пословица спасения утопающих, дело самих утопающих. Поэтому тут только, наверное, сама критика, признание того, что если я что-то не знаю, надо самому что-то делать, самому учить этот предмет. А почему все-таки в обществе это все не развивается? Я, условно, кроме от вас, ни от кого не слышал о рынке, да? Кто бы, из числа мусульман, как-то пропагандировал это все, говорил, объяснял и пытался донести. У нас вот это последние несколько лет только начало какую-то энергию набирать. В чем проблема? Это проблема, знаешь, в чем в основном? Это, во-первых, непросто. Делать то, что мы делаем, вот я с моей командой, это непросто. Это очень тяжелая задача. Говорить о финансовой грамотности. Потому что люди, по сути своей, они беспечны. Они хотят здесь и сейчас. Они хотят много, быстро. И поэтому, когда говоришь им, вот как Артур, он понял, что нужно начинать хоть помаленьку, как снежный ком. Но большинство это не хотят принимать. Большинство не хотят богатеть медленно. Им надо быстро очень. И это тоже одна из причин, что это все не развивается. Вторая, наверное, даже самая важная причина, это же надо выработать себе привычку. Да, однозначно. А зачем? Я, мне там 30, 40, 50 лет. Зачем мне внедрять какую-то новую дисциплину, новую, выходить в свои зоны комфорта? Это же привычка. Надо ежемесячно это откладывать. Чем-то себя жертвовать, что-то недопокупать, что-то недотратить. Когда семья, например, уже привыкла к какому-то уровню жизни, им даже 10 тысяч отложить тяжело, кажется. Потому что они думают, что вот нет, надо вот как было, так чтобы и было. Как говорит Артур, зона комфорта. И это тоже причина, да. Какими картерями тогда должен обладать человек, который… Скажите, мы видим человека, говорим, он финансово грамотный, да? Если картери могли бы назвать. Финансово грамотный человек – это человек, у которого нет финансовых проблем. Очень просто все. Если у него есть финансовый резерв, если он знает, сколько он зарабатывает. Это парадокс, но спросите особенно у предпринимателей, сколько ты зарабатываешь. Мало кто может ответить конкретно. Сколько ты тратишь особенно, да? Мало кто ведет учет расходов и доходов. Сколько ты инвестируешь, опять же, сколько откладываешь. Есть ли у тебя финансовый резерв? Вот такие вопросы. Если человек может ответить, то значит он более-менее грамотен. Да, 90% даже бизнесменов, они никогда не считают юнит-экономику. Да. Они не составляют ПНЛ-таблицы. Они не понимают, откуда у них конкретно приходит источник дохода. Он думает, ну есть же сегодня. Вообще зарабатывает ли? Да. Есть ли чистая прибыль? Да. Ее спрашиваешь, ну нормально вроде, нормально. Да. Но когда ты говоришь, ты что не можешь конкретно цифру назвать? По факту он же должен до рубля знать. Он знает только в моменте, что на сегодняшний день есть что-то, с чем можно оплатить. Да и ладно. Так и существует 90% бизнеса. Это получается не только семьи, люди, но и малый и средний бизнес тоже получается финансово безграмотен. Поэтому и проблемы. Поэтому банкротство. Вот он лучше всех знает, сколько компаний банкротится в месяц, в день или в год. Анализируя за 13 лет свою юридическую деятельность, я понял одно. Все крупные компании, которые обанкротились, жили настолько счастливы, настолько богато. У них были сотни сотрудников, у них доходы были в миллионах, в миллиардах. Они брали в лизинге имущество, оборудование. Они брали кредитное плечо. Но все они обанкротились из-за маленькой ошибки. Подписывая тот или иной договор с заказчиком или поставщиком, они не предусмотрели риски. Не заложили правильно сроки. Не были уверены в своем подрядчике. Не перепроверяли. И это ответственность как раз таки, которая в трех-четырех листочках. Ведь законодатель предусмотрел права как заказчика, потребителя, поставщика. Всех. Надо было просто правильно воспользоваться юридическими услугами в самом начале. Но они настолько хорошо жили, что думали, что и так всегда будет. Да. Подписывая любой договор, не глядя, люди думают о том, что ладно. Мы же 90 процентов, так же поступаем. Нам дают, пришли мы куда-то, нам оказывают услуги, стоматологию или еще что-нибудь. Мы берем последнюю страницу, подписываем, мы даже не смотрим ничего. Также и в крупном бизнесе многие руководители посмотрели глазами, вроде ничего, и подписали. А там стоит за каждый день исполнения обязательств 0,5 процентов от суммы договора. Контракт на 50, на 20 миллионов рублей, 0,5 в день. Вы представляете, миллион, 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 10, 15 дней. Все. Ты еще остался должен. А ты работал там полгода. Интересный случай вспомнил. Тоже один юрист говорит, основная часть людей говорит, знаешь, кто судится? Я говорю, представление не имею, наверное, бизнес какой-то и так далее. Он говорит, это родственники. Они, говорит, не заключают договоры на словах, а потом, говорит, начинается. Весь суд, говорит, он забит именно родственниками. Подтвердите ли вы это слова? Ну, я работаю именно с юридическими лицами. Мы не работаем с физлицами. И у юридических лиц чуть-чуть другая проблема. Они слишком уверены в себе. Они думают, что именно я в моменте этого ни со мной не произойдет. Именно я смогу вырулить. Я договорюсь, я переговорю. Споры между людьми и родственниками мне знакомы, потому что мне часто пишут, пишут братья, например, договорились, дали по рукам и поехали. И потом недопонимание, споры, нет ни денег, ни братства, ни бизнеса, ничего. Одни проблемы и, возможно, даже претензии суды там и, может быть, даже больше рукоприкладства. Просто по одной причине. Я говорю, а вы договоры писали? Нет, не писали. Просто договорились и все. Конечно, можно устно составлять договор. Устный договор тоже договор. И по шариату тоже. Но мы же понимаем, что я могу сказать, а я же думал, ты по-другому сказал. А ты скажешь, да нет, ты вот так сказал тогда, месяц назад или полгода назад. У нас же есть инструкция в шариате. Записывайте договора при двух свидетелях. У нас все есть. Но вот мы не соблюдаем, поэтому получается проблема. Споры родственников – это очень болезненная, на самом деле, тема. Очень болезненная тема. Особенно там, например, когда человек умирает, остаются активы, и они начинают кусаться, драться, в суды друг на друга подавать. Вот это вот тоже очень серьезный вопрос, как воспитать детей, чтобы после того, как я уйду, они там между собой не разругались. У меня был такой случай, как раз-таки одна из женщин пришла и положила на стол деньги. Я, говорит, хочу инвестировать. Я у нее спрашиваю, как бы, ну, этапы. Мы ей рассказываем условия, какие будут плюсы, минусы. И она говорит, да-да, я, говорит, до этого уже момента не доживу. Я не понимаю. Она говорит, я хочу, чтобы вот вы деньги взяли, а завтра выплачивали, грубо говоря, дивиденды моим детям. У меня, говорит, уже последняя стадия рака. Я, говорит, умру, а вы, говорит, будете мои деньги постабильно давать. Я, говорит, вам доверяю. Я, говорит, на вас подписано уже много лет. Но вот тут как раз-таки я испугался. Если бы я не был юристом, я бы, наверное, деньги бы взял. Ну, то, что да, действительно, какое благое дело, надо помочь. Но так как юрист, я знаю одно, завтра ко мне придут эти родственники и скажут, и еще с процентами, и еще и в три раза больше я должен им отдать. Поэтому я этой женщине отказал. Очень важно, очень важно, чтобы, когда вы партнеритесь, когда вы заключаете какие-то договорные отношения, инвестирование там с родственниками, либо еще о каких-то отношениях, очень важно на берегу договориться. Пусть будет даже это без юридического сопровождения. Пусть будет это даже ватсап-переписка, но так, чтобы это наследствовалось. Самые главные аспекты, когда вы разговариваете, партнеритесь, только в самом начале вашего стартапа, у вас все хорошо, в эйфории, вы каждый говорите, ты за это отвечаешь, я за это отвечаю. Но никто никогда не предусматривает именно ответственность сторон при конфликтной ситуации. И это очень важно. Именно кто за что отвечает, когда стороны поругались, чтобы не поругаться, что для этого нужно сделать. Написать именно в договоре, либо в деловой переписке, когда прекращаются обязанности. Кто выходит, кто остается в бизнесе, кто что получает. И этот момент, его нужно больше проработать на берегу, с улыбкой, когда вы за чашечкой чая, с кофе, с партнером, это договариваетесь. Никогда в жизни вы уже не вернетесь к этому, потому что каждый из сторон будет знать, что мы с тобой подписали, что мы с тобой договорились. Даже если внутренне кто-то захочет какую-то обиду задать, он всегда помнит, что есть переписка, либо есть договор, в котором все прописано. Поэтому очень важно именно на берегу с партнерами договариваться. И мы вам поможем составить такой договор. Отлично. Кумар, а все-таки никак нельзя в самом портфеле указать, кто сколько должен получить или как-то наследство именно в этой критерии, чтобы, условно, один ребенок не мог перескочить брата с сестру и забрать у него? В самом портфеле, на самом брокерском счету нет. Это делается только методом завещания. По закону есть такая форма завещания, в которой можно указать наследников, их доли и то имущество, которое ты готов отдать им. Например, жена, один ребенок, второй, третий, четвертый и так далее. Вот таким образом. Вы говорили, что у каждого из детей есть свои счета. Да, брокерский счета есть. Брокерский счета, когда они рождаются, вы им открываете. А нет ли возможности туда как-то в моменте отправить какую-то сумму, их долю, процентаж, чтобы, допустим, после вашей смерти кто-то мог, условно, вашу супругу разморозить для них? Вот эта сумма ей падала на каждого. Вот как раз это завещание не решается, на самом деле, больше никогда. То есть для человека, которому меньше 18 лет, открытие брокерского счета сопряжено с определенными трудностями. Там надо опеку поставить в известность, разрешение брать и так далее, и так далее. Поэтому пока ему нет 18, вы можете делать это на своем брокерском счету, а потом, когда у него будет возможность открыть свой счет, то уже он сам может инвестировать. Отлично. И тем более богобоязненная семья, она сама знает, как поступить в случае наследства. Здесь очень важно. Шариат уже ответил на все эти вопросы, и нам остается только подчиниться. И богобоязненная супруга в случае смерти мужа, она уже сама знает, кому сколько достается. Да, здесь в этом отношении, с Артуром я согласен, надо постоянно об этом разговаривать в семье. То есть мы должны понимать, что мы завтра можем умереть, да? И это в сценарии просто проговаривать. Вот сели вы с семьей ужинать, между делом поговорить об этом? Скажите, вот, во-первых, у меня, например, лично есть инструкция для жены, потому что, скорее всего, она переживет по статистике, да, меня? Я пишу каждый квартал, обновляя инструкцию, потому что активы там растут, уменьшаются, увеличиваются. И она знает, что где лежит, чтобы, если что, когда я ухожу... Ключи, пин-коды от всех карт. Да-да-да, серьезно? Вам тоже рекомендую. Я не такой, как Кумар, я никому свои ключи не доверяю, ищите мое имущество через... И она знает, что делать, в случае, если, да. То есть у нее есть инструкция. Поэтому с детьми я разговариваю, постоянно им говорю, чтобы они ни в коем случае не конфликтовали. А вот как мы делали до этого, так и они дальше продолжали делать. То есть чтобы они не резали курицу, не резали активы, а просто пользовались тем, что есть. В общем, владений. Вот я с Артуром несколько раз, мы заводили этот разговор. Может быть, есть более эффективные методы, типа кооператив семейный создать, или пив какой-то. Вот это тоже интересный вопрос. Это опять же, то есть это про семью, у которой реально уже активы превышают 50-100 миллионов рублей. Это уже нужно делать, потому что и налогообложение будет уже серьезно давить, и с каждым годом у нас вырастают ставки, налоги увеличиваются, и нужно что-то уже предпринимать. Потому что иметь на балансе 3-4 квартиры, либо какой-то иной коммерческой недвижимости, с которой ты думаешь, буду сдавать его в аренду, то тут уже контролирующие органы будут уже задавать тебе вопросы и доначислять налоги. Поэтому здесь уже нам приходится думать, какой кооператив создать, какие расходы сделать, показывать налоговикам именно, чтобы было проще и удобнее для семьи. Один из как раз-таки барракетов, как приписано в шариате, это даже оставлять такое завещание. Уехал в Сафар, обязательно голосовое сообщение. Пусть там не кому-то из близких ты должен записать хотя бы. Я всегда это внедряю у себя, куда бы я ни ездил. Вот, например, я последний раз ездил в Хадж, я своему другу Равилю сразу же записал аудиозапись на 4 минуты. Внизу подписал. Сам не слушай, говорю, это мое там завещание. Прослушай, когда есть что-то случится. В Хадж уезжал, и я конкретно сказал. Пароли, логины, грубо говоря, кому что достается. Это уже с учетом своих знаний на сегодняшний день, пока я живу, я передал. Сыну, например, воспитание отдать такое-то, такое-то. Прошу тебя, старшему сыну, то-то, то-то, внедри то-то, то-то. Обязательно сделай это. И на 2-3 минуты я прям как раз-таки расписал все это завещание. Поэтому это как один из ключей барракетов. Это надо делать. Практиковать каждый мусульманин. То есть вот это на каком этапе лучше делать? То есть это в плане возраста или в плане накопления университета? А там же у нас в Шариате написано, как только у тебя есть НИСАП, ты уже обязан написать завещание. Многие как бы халатно относятся к этому. И второе, думают, ну меня это не коснется, мои дети там воспитанные, да? Но по факту, когда уже карман падает, большая сумма и этого человека нет. Дело даже не в воспитанности. Они могут быть очень воспитанными, но не очень, допустим, финансово грамотными, не очень разбирающимися в инвестициях. Поэтому я вот, например, у себя в семье уже сказал, если что, кто будет чем управлять, например. То есть и постоянно стараюсь, чтобы они были в курсе тех или иных дел. Как там с недвижимостью, как с ценными бумагами, как с бизнесами. Поэтому это надо, пока ты живой, стараться максимально передать свои знания, в первую очередь, своей семье. Это же самое ближайшее окружение. Отлично. Давайте чуть-чуть, наверное, вернемся назад. Мы говорили то, что нужно откладывать. Вот это откладывание человек на что может потратить? То есть это как долго человек должен вот эту сумму откладывать, потом уже инвестировать или что-либо еще. То есть большинство проблем я вижу такое, что люди начинают откладывать. И первая маленькая проблема, ну, возьму из этого бюджета, да? Как бы в каких моментах ты должен брать из этого бюджета, и в какие моменты ты должен вообще забыть то, что этот бюджет существует. И куда вообще его засунуть, чтобы ты, ну, где-то меры недосягаемости было, да? Ну, это вопрос дисциплины, на самом деле. Это же наши задачи, наши цели, наши проблемы. Поэтому, в первую очередь, нужно, чтобы у человека, у семьи был финансовый резерв. Так же, как и у бизнеса. Почему бизнесы терпят крах? Потому что у них, в общем, какой-то плохой момент не бывает резервного фона, чтобы решить эту проблему. Как подушку безопасности. Подушку безопасности, говорят, там, на черный день, там, и так далее, и так далее. Мы же покупаем машину, никто ведь не хочет купить машину без подушки безопасности. В этот момент мы сразу же думаем, как так, подожди, я лучше, наверное, доплачу. Хотя подушку безопасности мне, например, аль-хамду-ля, за 39 лет ни разу не пригодилось. Мне тоже, аль-хамду-ля. Но я готов за нее платить. Да. И мы не хотим брать теперь уже машину без подушки безопасности. Для меня, если есть 8 или 12 или 13 подушек, это очень важно, я возьму побольше подушек безопасности. Поэтому, в первую очередь, нужно, чтобы была вот эта вот подушка. Подушка – это сумма денег, которой вам хватит, например, на полгода спокойной жизни. Ну, базовых расходов. Если, например, семья тратит, ну, минимум, там, 100 тысяч, то это, там, 600, а лучше, там, чуть побольше. И это зависит еще от возраста. Чем возраст больше, тем желательно больше, чтобы был этот резерв. И вот этот резерв желательно не трогать вообще. То есть мы хотим, чтобы у нас не было же неприятностей, да? Пусть они не будут, но сумма пусть будет. Эта сумма, многие говорят, вот она же будет там таять из-за инфляции, пусть. Но это не основная функция этой суммы, понимаешь? Не доходность, а именно сохранность, ликвидность и возможность быстро решить вопросы. Потому что в жизни часто бывают такие вещи. И это не обязательно, там, например, глобальная катастрофа. Я не знаю, машина сломалась. Возьмем пандемию даже. Пандемия наступила. Вот, 100%, да, ты правильно говоришь. У меня сотрудники вообще ни граммов доход не потеряли. То есть я выплачивал, как зарплату выплачивал. Потому что у тебя был резерв. Да, у меня был резерв. И я одно знаю. То, что, например, просадка на рынке на сегодняшний день, просадка в юридическом бизнесе, я одно знаю. То, что на ближайшие полгода мои сотрудники и я вообще об этом не спокоюсь. Я просто внедряю новые инструменты, которые под это время самые наилучшие, какие есть рекламные кампании, что мы можем сделать. И использую этот резервный. Вот финансовый грамот человек. Примерно, да? Вот, поэтому в идеале эту сумму не трогаем. Только в крайних случаях. Только в крайних случаях. И опять же, этот резерв, не надо и думать о том, что на черный день, на черный день, там, да, там, как подушка безопасности. Он же работает. Он у тебя работает. Если что-то случится, я его отсюда возьму. Это, помните, как в детстве у нас копилка была, дети были. А где он у тебя работает, мне интересно? Кто? Финансовый резерв. Финансовый резерв? Ну, я не хочу тебе говорить об этом. Я не к тому, хорошо, не говори. Я к тому, что, например... Он у меня на сегодняшний день работает на счетах, которые денежные средства. Я направил именно на определенные договорные обязательства с одной компанией. Ну, это мударно. Да, это компания. Ну, видишь, а там же можно получить так, что быстро не вытащишь. Ну, на заговоренности, что быстро. Я всегда держу активы. Всегда активы. Например, со мной должник рассчитался оборудованием, которое у меня лежит на складе. Я знаю о том, что это оборудование нужно. Я знаю таких предметов, у меня уже десятки, которые я могу в любой момент, даже если я умру, моя семья сможет его продать. Либо я, если что-то случится, я его смогу быстро в моменте продать. Оборудование... Это... Я с этим не согласен. Сто процентов. Я считаю, что финансовый резерв должен быть в виде живых наличных денег в сейфе. Потому что оборудование, я уверен, что продам. Ты сегодня уверен, а завтра это может быть не так. Я давай это говорю, да? Активы, мударобы, это тоже... Он обещал, что будет ликвидно, но завтра он скажет, о, братан, извини, но я тебе отдам через неделю. А неделя, иногда это очень долго, для того, чтобы решить проблему. У тебя проблемы, например, возникли, да? И вот поэтому финансовый резерв, я убежден и всем говорю, что должен быть только в виде живых наличных денег. У нас с тобой разное понятие о проблемах. Вот, например, у нас с тобой владельцы, мы с тобой БНВ. Разве у нас с тобой нет в запасе денежных средств, которые мы можем решить? Самая большая проблема БНВ, допустим, двигатель. Нет, ты же говоришь, что у тебя в активах. Нет, ну такие-то, например, давай тогда разграничим. Для каждого человека разные доходы и разные активы должны быть. Нет, я считаю, вот я убежден, я потому что это проходил. Сколько ты считаешь, полмиллиона, миллион, два, пять, сколько должно быть на всякий случай? Вот смотри, я это привязываю к возрасту. Чем моложе, тем меньше может быть. Почему? Потому что чем моложе человек, тем он быстрее может вылезти из любой ямки, как говорится. Чем старше человек, уже ему сложнее. Или, например, человек работал, работал, ему там 55, например, да? И раз его выволили. Бывает же такое? Да. Это очень большой стресс. А ему нужно дальше найти работу. Представляешь? Ему надо найти работу. В 35 и в 55 найти работу – это совершенно разные челленджи, да? И поэтому чем старше человек, тем я уверен, что больше должен быть у него финансовый резерв. Если мы говорим про конкретные цифры, я даже на обучение привожу цифры, что если человек уже больше 40, то у него минимум на год жизни должен быть резерв. Это сумма минимальная месячная, уважаемая 12. Два миллиона как минимум. Да. Я потому что, когда говорил тебе о том, что резерв какой-то свой, естественно, в деньгах резерв, как я 300-500 тысяч рублей всегда держу. Поэтому полотка двигателя автомобиля… Да, если он тебе хватает, то вопросов нет. Но я убежден, что вот сверх этого, да, уже мы активы, чтобы они работали, чтобы они хотя бы инфляцию перекрывали, но деньги, они должны быть вот, чтобы вот так вот раз я достал и на… Поэтому я называю это портфель. Для меня создать 6-7 портфелей – это как раз-таки самый лучший. Один из портфелей – это как раз-таки активы, которые они сегодня мне не нужны, но завтра в моменте их можно продать. Это ликвидный актив. Он все равно продастся. Самый ликвидный актив – это деньги. Согласен. Но когда с тобой должники рассчитывают за другим активом, это тоже будет активом. Но если говоря об этом, то какой процентаж все-таки стоит инвестировать в портфель, какой процентаж хранить в наличиках, по словам, если это доллар, и какой процентаж ты бы мог взять и вложиться в какую-то недвижимость или бизнес? Это все очень индивидуально и зависит от того, на каком этапе развития ты находишься. У меня, мне сейчас 50, да, почти. У меня уже есть активы, у меня есть доход пассивный, и у меня будет свое распределение. Ты молодой, тебе еще 30 лет, да, Витя? Нет. Вот, у тебя совершенно другое должно быть. У него, ему сколько, 35 тебе? Почти. У него свое распределение, понимаешь? Поэтому здесь нужно исходить из того, чтобы не искать идеальное, да, а, например, стараться увеличивать норму сбережений. Вот норма сбережений – это разница между доходом и расходом. Вообще, есть ли он у вас, да, есть ли вот эта норма у вас вообще? Может быть, вы миллион зарабатываете, миллион тратите. У вас нет этой нормы сбережений. Если у вас норма сбережений 10%, то это хотя бы такой минимальный уровень, да, должен быть. Ну, вот все говорят про 10%. Начните хоть с 5, хоть с 10% и увеличивайте его, старайтесь увеличивать. Чем больше вы будете делать норму сбережений, тем быстрее вы достигнете своей цели. Это все к целям еще привязать надо. Мы с этого и начали. То, что если, когда появляется цель, сам Всевышний дает уже барракет и найти цели, если они благие, там уже деньги появляются. Да, вот, например, ты начал говорить про благие цели. Мы все, мусульмане, хотим попасть в умру хадж. И большинство сидят и говорят, у меня не хватает. А вы что-нибудь сделали для того, чтобы накопить на умру? Хотя бы по 5 тысяч в месяц кто-то начинал копить? Ведь если вы начали, то рано или поздно вы накопите. Пусть это будет даже 2, пусть это будет даже 3, пусть это будет даже 5 лет, но вы накопите. Но если вы не будете копить, не накопится. Уже несколько лет, когда ко мне приходят братья-мусульмане, и если я вижу, что действительно, я вижу их бизнес, я вижу их работу, я вижу о том, что они еще ни разу не были в умре или в хадже, я делаю конверт, вожу туда 5 тысяч рублей и пишу это на умру. И им отдаешь, да? Я вожу себе и говорю, каждый месяц ты мне будешь давать по 5 тысяч рублей, а я буду тебе это копить. Это немножко его принижает, это немножко его подталкивает. То, что действительно я в Дуне закрутился, и когда приходят уже к юристу, приходят не тогда, когда хорошо, когда все плохо. И вот эти мои 5 тысяч рублей первые ему на умру очень сильно помогают. И уже, аль-хамду-ля, несколько человек уехало, очень много как раз таких подписчиков у меня это знают. Я говорю, ну не можешь сам накопить, скидывай мне. Скидывай мне. Я накоплю, да. И я коплю. Аль-хамду-ля, я отправляю маме. У мамы уже 8 конвертов, в этом году 8 конвертов. Самый лучший банк, да? Ренат, ну а что у меня? Деньги, когда свои перемешаются же, неудобно. Потом по переписке смотришь, сколько он тебе денег отправил. Приходится из своих вытаскивать. Лучше сразу маме отправить, маме все честно. Это называется метод бабушка. Вы знаете, что у бабушки всегда есть деньги, а у бизнесменов никогда денег нет. И вот как раз таки благодаря вот этому инструменту многие сейчас могут хотя бы элементарно съездить в Умру. То есть Дуня-Дуня, но в Умру обязательно съездить. Тем более человек хотя бы, который не был, начни с Умры. Там Всевышний, я просто почему-то на Умре настаиваю. Легче накопить, быстрее поехать, легко, народу мало. Еще замотивироваться на хадж, да? Он когда первоество приедет, влюбится в Медину и все. Всевышний уже там все остальное сам делает. Поэтому наши, хотя бы каждый из нас должен призывать того брата, которого не был в Умре обязательно. Мы по воле Аллаха вот с Кумаром, наверное, не было такого года, чтобы не посещали Медину и Меку. Вроде бы каждый год посещаем, да? Ну мы на новогодние выходные уж обычно. В этом году я отказался с ними ездить. Я сказал, а я поеду в хадж. Точнее, у нас с друзьями было намерение. Все, едем в хадж, едем в хадж. Артур один, поехал в хадж. А мы у нас в онлайн-школе про миллион. Есть челлендж, мы начали, ты, наверное, слышал уже. Накопи на хадж на Умру. И там мы собрались. И каждую неделю на небольшие деньги, у кого сколько есть, покупаем акции. И уже несколько человек, хамбля, накопили. И кто-то поехал, кто-то, может быть, что-то еще ждет, там какое-то событие. Поэтому это вроде элементарно, элементарно, но люди почему-то не делают. Просто не делают. У меня как раз-таки один из портфелей, так и называется. То есть, у меня четыре портфеля, например, так и называется. Мама хадж. Мама хадж. И видно, да, о том, что я уже достаточно хорошую сумму накопил. Но Всевышний, посредством тех знаний, которые на сегодняшний день я обладаю, он дает иным, иным путем. То есть, я не только в этом портфеле, я из других денег смог позволить поехать с Мама хадж. А это надпись, этот портфель так и остался. То есть, соответственно, значит, то, что я понимаю, что этот портфель у меня с неятом был на 10 лет. Я через 10 лет, мне 39 лет, я через 10 лет хочу выйти искусственно на пенсию и не хочу работать. Этот портфель, несколько других портфелей, которые мне позволят этого сделать. И, иншаллах, если так и пойдет, то я выйду на пенсию. Это, кстати, прекрасный пример, так как все-таки если у тебя есть финансы, так сказать, в виде бумажных денег, так или иначе ты их используешь, а не у тебя мозоль от глаза. Это первая проблема, и ты можешь дотронуться до них. А то, что ты не чувствуешь в кармане, ты как бы ищешь другие пути решения. Как бы сейчас описываете то, что условно у тебя есть какая-то часть финансов, ты закинул и забыл. И даже как бы на примере того, что пришлось Мама отправить, а вы отправили через другим путем. Но это досталось, да? Но это прекрасный пример, потому что у меня, будучи молодым, сейчас такие проблемы существуют. Я даже не знаю, куда засунуть, чтобы обратно не забирать. Это копилка. Легче почему-то нам, большинство россиянам с российским менталитетом, с устоями наших родителей, которые передалось, да, легче нам всегда думать. Это копилка. Я в любое время дня могу нажать на кнопку купить или продать. Это в любое время. У нас с Кумаром есть замечательная традиция. Мы каждую пятницу друг другу дарим подарки. Каждую пятницу мы друг другу дарим подарки уже несколько лет, да? Акции. Мы дарим подарки в виде акции. То есть, не выходя из приложения, где бы мы ни были, Кумар может там быть в загранице, либо еще, но он всегда получает смс-ку и видит, что к вам пришел подарок от Артура. И мы дарим различные акции, зная о том, что эта акция может через 2-3 года дать намного больше. И я, например, мне интересен один вид акции Кумару, другой, у него опыта побольше, поэтому Кумар дарит различное. А я вот, например, только IT, потому что я сейчас именно в этот тренд времени, я верю именно сейчас. Был тренд, когда началась как раз-таки спецоперация. Мы знали о том, что те рынки, те компании, которые сейчас будут наиболее востребованы в СВО, ведь санкции же сейчас невозможно купить как бы другие, и они будут, например, более востребованы. Например, акции КамАЗа, потому что технику КамАЗу скажут, давай еще больше техники, все на оборонку. И, соответственно, акции КамАЗа выросли до 100%, вроде как-то, взлетели просто. Сильно выросли, да. То есть в этот момент под этот тренд нужно было сделать. Вот сейчас этот тренд, я одно знаю, сейчас «Газпром» лежит просто на дне. «Газпром». Ну, все отказались от «Газпрома», хотя там труба вроде течет, газ бежит, но все равно. Акции «Газпрома» лежат на дне. Давайте представим ситуацию, что санкции кончатся. Я опять начну покупать российский газ. Газ в России, во-первых, он намного качественнее. Второе, то, что… Дешевле. Дешевле. И все поставки обратно захотят. Если мир во всем мире настанет, газ будет востребован. И я знаю о том, что те вложения, которые я на сегодняшний день сделал, а именно в месяц, пусть будут даже на 5 тысяч рублей, я покупаю «Газпром», а там на 100 тысяч рублей я покупаю другие акции. Эти 5 тысяч рублей через 2-3 года, я их все равно сейчас не замечу. Мы же деньги все равно потратим. Эти акции мне дадут как будто 50 или 100 тысяч рублей. Аминь. И вот тогда я уже больше смогу себе позволить, чем нежели эти 5 тысяч рублей. Я их все равно потрачу. Поэтому каждый месяц я покупаю. IT-компания. На сегодняшний день от нас отвернулись большинство зарубежных программных обеспечений. У нас очень большие хакерские атаки на Россию идут. Поэтому я верю и я закупаюсь определенными IT-компаниями. Альхамдуля, как бы 40, 50, 60 даже процентов в этом 2024 году они мне показали прибыли. Поэтому я Кумару с удовольствием дарю эти IT-компании. Вы так открыто и любящий, как Кумара говорите, все-таки до знакомства с ним вы не инвестировали, у вас этого не было. И продажи, и путь к чему-то это все-таки доверие, да? Как у вас доверие появилось к Кумару, к его деятельности? Все-таки здесь еще процесс снышарято еще стоит, да? Как к человеку доверие, как к снышарято, как вот этот путь проникновения вы прошли? До Кумара не было у меня вообще в жизни мнения о финансах. Я не думал о том, что стоит вообще задуматься копить. Да и, как и у любого, наверное, человека, зачем? Зачем мне это надо? Я в кайф сейчас живу, зачем еще куда-то откладывать? Ну да, тут пятак, тут пятак. Ну как бы отложил вроде, да и хватит. И как раз-таки моментом Кумара позволяет мне приобрести знания. Вот, например, кто-нибудь из нас сможет, например, бортпроводник скажет, у нас экстренная ситуация, нашему пилоту стало плохо. Кто-нибудь сможет посадить самолет? Там миллион кнопок. Куда нажимать? Как посадить самолет? Вряд ли. А кто-нибудь сможет из нас сделать на улице операцию на шею, гортань, там, человек, которому задыхается, которому плохо? Вряд ли. А когда человек, если вы сможете пять лет пообучаться, если вы пять лет обучения пройдете в институте, 200 часов летной школы у вас будут, а когда вы будете шесть лет в медицинском проучении, тогда же вы же сможете на практике все это сделать. Так же и Кумар. Кумар – это проводник, который 19 лет обучался. Он знает все финансовые инструменты, которые доступны. Он знает, в какой момент, какую кнопочку нажать, чтобы посадить самолет. В данной ситуации знает при инфляции, какие лучше компании покупать. Благодаря этому, как раз-таки, советам на наставничеству Кумар может больше и лучше помочь разобраться во всем этом, нежели мы сами в одиночке это будем делать. Кумар, а как вы считаете, как вы часто отвечаете на такого рода вопросы? То, что самостоятельно же люди могут это все сделать? Ютуб, там, статьи? Да, самостоятельно могут. И я же так делал сам. Получается, вот как раз 19 лет назад я начал, в 2005 году. Но вы знаете, сколько я денег потерял? Сколько времени потерял? Но научился, да. И этим путем можно пойти. Просто сейчас это делать глупо. Когда есть знания, есть готовые решения, есть обучение, есть те, кто тебя могут взять за руку и повести тебя правильным путем сразу. Представляешь, сколько ты времени и денег сэкономишь. Это же элементарно. Значит, да, согласен. Вы также являетесь финансовым советником. То есть какие критерии все заходят? Какие советы от вас все входят? Для кого они? Финансоветник – это человек, который помогает людям, тем, кому нужно, кто осознал, что ему нужна помощь советника, так же, как и врача. Например, мы идем к врачу уже для того, чтобы он нам сделал диагноз и выписал какие-то лекарства, если у нас что-то болит. То же самое. Если человек чувствует, что у него проблемы в финансах, он идет к советнику. Тот, кто осознал эту проблему. Тот, кто не осознал, наверное, пытается сам решать. И часто зарывается сам больше еще в яму. Кумар, как я сказал ранее, очень многие говорят про вложение в финансовую грамотность и так далее. И у нас есть такая тенденция, проблема всяких финансовых пирамид и так далее. Как избежать их? Как правильно различать, что правильно здесь, что неправильно? Финансы пирамиды, наверное, очень долго существуют и будут существовать. И будут обманывать людей. Я на РБК, по-моему, слышал, что в прошлом году люди отдали через онлайн средства 23 миллиарда рублей, по-моему, мошенникам. Это только что зафиксировано, а то, что не зафиксировано, еще больше получается. Надо сказать, что мошенники тоже развиваются. И вот мы видим, что технологии развиваются, IT, компьютеры, приложения. И они тоже развиваются. И простому человеку очень сложно определить, где нормальное приложение, где нормальная ссылка, сайт, а где мошенники. И любой человек, независимо от того, какая у него специальность, инженер, даже сами, по-моему, полицейские попадаются на такие мошеннические схемы. Поэтому тут правило одно. Если вы сомневаетесь, просто туда не надо лезть, а показать это специалисту. Мне практически каждый день пишут, Кумар, я вложил, вложила, помогите забрать. Каждый день практически пишут. И они мне присылают ссылку, мне нужно минуты две максимум понять, это мошенник или не мошенник. В основном мошенники, получается, орудуют. Поэтому мошенники развиваются, становятся более технологичными. Их сложнее определить. И простому человеку, я бы сказал, бороться бесполезно в этом отношении. Надо просто взять себе правило, не лезть вообще ни в какие незнакомые предложения. Это же предложение они присылают. Нормальные компании, они обычно никуда не зовут. И часто бывает, когда вот я учился в США, там есть очень крутые хедж-фонды, например, куда даже ты не попадешь. Даже если у тебя 100 миллионов долларов, ты не попадешь. Там все просто закрыто. А тут, видите ли, крутая какая-то инвестиционная компания хочет твои там 5 или 50 тысяч рублей инвестировать, тебя сделать богатым. Поэтому лучше просто не лезть или показать, посоветоваться, не торопиться. Они же в основном еще торопят. Вот давай быстрее, там какой-то шлюз открылся волшебный, сейчас мы заработаем. И на самом деле просто надо остановиться и сказать, там, сабр проявить, там, позвонить, написать знакомому человеку, который хотя бы в этой отрасли работает. Вот у нас, например, вот у меня это всегда была и будет бесплатная услуга. Абсолютно бесплатная. Просто отправляйте мне ссылку, я говорю, да или нет. Еще один такой важный совет. Никогда не принимайте решение об инвестициях на эмоциях. 100%. Чувствуете кураж, жадность, чувствуете эмоции, то, что они смогли и я смогу. Это же деньги. Чувствуете какую-то страсть остановиться? Скорее всего, да. Не подписывайте. Самый лучший вариант для инвестирования, это когда ты спросил у знающих, перепроверил, увидел официально какие-то источники данных, которые не тебе скинули, а которые ты можешь перепроверить. Узнал за человека, то, что это очень важно, авторитетный человек, был ли он заподозрен в узких кругах, то, что он деньги, например, брал, не отдавал. Только после этого. Два-три дня роли не сыграет. Мы делаем все дуа, мы все религиозные люди, поэтому мы должны спросить одобрение во Всевышнем, и только после этого мы должны уже заходить. Да, есть же правило, там, успокойся, есть хару почитай, да? Да. Как раз остынешь. То есть на эмоциях у нас? Не, на самом деле, очень серьезный вопрос, очень серьезный вопрос, и я убежден в том, что все могут ошибиться, все могут попасть в эти капканы. Поэтому, а если человек не связан с этой отраслью, так вообще легко залетит. Мне часто пишет там, одна сестра пишет, я там, я говорю, как вы могли так вот, она там 30, 40, 50, 150, чуть там не больше миллиона. Она говорит, я как будто зомбирую, как будто меня. Вот такая вот технология. Поэтому это очень опасная тема. Особенно женщины, наверное, да, поддаются эмоционально. И как раз-таки на эмоциях, эмоции любви, страсти, жадности принимают решения, где как раз-таки потом очень сильно сожалеют. Поэтому 2-3 дня тайм-аута, спросить совета у знающих, и после этого уже принимать решения. На самом деле, как я уже ранее говорил, предметов для инвестирования их очень много. Возьмите свое окружение, возьмите своих близких. Ведь кто-то чем-то занимается. Кто-то кафе, кто-то маркетплейсами. Маркетплейс, мне кажется, каждый десятый, наверное, уже предприниматель занимается. И ему же нужно товар закупить. Например, мы каждый день, да, вот нам Кумар недавно только подошел, молодой человек сказал, позиции такие-то, такие-то, мы смотрим на самом деле в топе. Мы видим, что они большой спрос у конкурентов. Мы видим о том, что первые 2-3 партии, которые товар он закупил, у него они на высшей позиции. И то, что за 2 недели раскупили полностью товар. Мы видим цикл сделки. И мы понимаем, что себестоимость закупа одна, сроки поставки другие. И то, что он реализует быстро. И ему действительно нужны деньги. Мы ему просто предложили с Кумаром следующее условие. Давай так, мы тебя знать не знаем, но мы тебе даем 2 миллиона рублей. Он просил миллион. Мы понимаем, что тенденция пока идет. То, что товар именно в нужное время сейчас подошел. Видим, конкурент закупается вообще на десятки миллионов. Давай мы тебе дадим 2 миллиона рублей. Но мы купим на свою ИП. Мы привезем со своим карго. Мы даем тебе ключи от аккаунта. Мы тебе не даем, но все твои условия мы принимаем. Он говорил, мы хотим работать 30 на 70. Хорошо. 70% тебе, 30% инвестору. Но условия такие-то, такие-то. И вы знаете, он согласился. А мы? А чем мы рискуем? Поэтому мы как раз таки и предлагаем такой вид инвестирования. То, что у каждого из нас есть кто-то, кто уже работает с каким-то действующим бизнесом. Главное, это не стартап. И, соответственно, посмотрите. Присмотритесь. Попробуйте со одной суммы, со второй суммы. И после этого уже вкладывайтесь, работайте с этим человеком. Все-таки тогда, если мы затронули дополнительные инвестиции к платформе, куда можно вкладывать, как бизнес, да? Как вы считаете, Кумар, какая платформа более практичнее и надежнее? Ты имеешь в виду брокерские счета? Да. Ну, на самом деле, все брокерские счета в России, они примерно одинаковые. Отличаются. Все они надежные, все нормальные. Если мы говорим про официальных брокеров, которые зарегистрированы, имеют лицензию от Центробанка. Это, например, Сбербанк, тот же ВТБ, Тиньков, бывший Т-банк сейчас. И их штук 30, наверное, в России, таких активных. И они все примерно одинаковые. У них примерно одинаковые тарифы плюс-минус, примерно одинаковое обслуживание. Просто кто-то удобнее, кто-то быстрее реагирует. Вот такие нюансы только остаются. А так, в принципе, любого можно взять. Например, вы пользуетесь Сбербанком, открываете брокерские счеты в Сбербанке. Пользуетесь ВТБ, открываете ВТБ. Т-банк, пожалуйста, там. У каждого банка практически есть брокерское подразделение. Его можно использовать. То есть это получается и у Тинькофф, и у Сбербанка, и у них халяльные брокерские счета есть? Нет, есть просто счета, на которых мы можем покупать дозволенные инструменты. Опять же, именно знание Кумара, которое как раз скажет, что дозволено покупать, что не дозволено покупать. Ведь есть компании, которые, например, очень хорошо на рынке себя ведет и название у нее там, не знаю там. Сбербанк. Нет, Сбербанк уж явно думает. А многие не знают, брат? Ну, я думаю, что большинство, тот, кто смотрит этот подкаст, знает, что банки уже и в них инвестирует нельзя. Я не уверен. Это нормально? Это нормально? Вот вы напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, Сбербанк, акции халяль покупать или нет? Ну, хорошо. И мы с тобой даже знаем людей, которые покупают Сбербанк. Ну, пусть Всевышний им поможет, даст знание, и чтобы больше таких, как Кумар, все-таки доносили знания, какие компании можно покупать или нет. И в основе, то есть я, например, иногда даже покупаю какую-то компанию, потом показываю Кумару, говорю, слушай, почему, говорю, ну, например, стоит от нее избавиться. И Кумар уже где-то прочитал, либо уже знает за эту компанию, он говорит, слушай, они купили то-то, то-то, поэтому у них кредит на плечо, у них то-то, то-то, лучше как бы для барраката убери эту компанию. Все, просто-напросто уже убираешь эту компанию. На курсе у Кумара люди уже изучают все эти компании, которые можно брать, какие нельзя брать, какие индикаторы смотреть, какие будут помощниками. Кумар, насколько я знаю, вы сейчас сами хотите организовать совместно с Артуром свою платформу, где люди могли бы реально и правильно инвестировать. Да, это правильно, правильно понял, брат. Мы уже давно об этом думали, просто руки не доходили, и сейчас вот как раз время, когда мы будем делать площадку, где будем помогать, знакомить инвесторов и бизнесы. Потому что парадоксальная ситуация происходит, есть мир бизнесменов, те, которые создают бизнесы, развивают, и есть мир людей, у которых есть деньги, и они не могут встретиться. Во-первых, если даже встречается, то есть вопрос, кому доверить, кому не доверить, что за бизнес, достоверную информацию дают. То есть есть очень большая необходимость в площадке, которая поможет и той стране, и этой стране убрать эти вопросы, сблизиться и начать сотрудничать. Вот эта платформа, площадка, как говоришь, платформа, площадка, иншаллах, уже заработала. Мы уже делаем первые сделки, знакомим инвесторов и призываем, вот если нас смотрят, например, финансовые компании, которые помогают делать финансирование, инвестиции, помогают развиваться бизнесу с помощью различных сделок по шариату, то пишите, пожалуйста, мы тоже вас включим в наш реестр. И инвесторы также, если среди зрителей будут инвесторы, которые готовы инвестировать в различного рода бизнесы напрямую, это не фондовый рынок, фондовый рынок вы и сами можете прийти научиться, а именно напрямую в реальные бизнесы, халяльные бизнесы, которые в основном работают в России, то, пожалуйста, пишите в комментариях, мы также с вами будем рады познакомиться. Мы как агрегатор, мы помогаем бизнесменам правильно вложиться, либо купить тот или иной продукт, актив именно по шариату, именно чтобы это было по канонам ислама, чтобы это была либо рассрочка, либо это чтобы был правильно оформленный заим какой-то от инвесторов. Поэтому мы создали площадку, где инвестор дает деньги именно по канонам шариата, чтобы он получал деньги. Либо это продукт, который банк может предоставить некое кредитное плечо для бизнеса, где ты можешь воспользоваться этим. Либо это мударба, джар-лизинг, но это более подробно, мы уже потом у себя на сайте выложим и более подробно уже потом видео расскажем. К каждому, например, к нам обратился директор мясокомбината, который говорит о том, что мне очень важно дать качественную продукцию, у меня заказов очень много, у меня тушенка очень вкусная, но я не хочу использовать местного производителя мясо, потому что генетически оно испорчено. Во втором поколении корова с этого сельхозпроизводителя, с другой коровы уже гена перепутана. Я хочу покупать из другой республики, из Белоруссии. Мне сейчас нужны, чтобы кто-то купил на 20 миллионов рублей мясо, коров, да, уже порезанный, тушенка, и привезите, я из него сделаю через сутки, сделаю тушенку. И забирайте тушенку. Плюс еще, прямо на выходе уже из завода эту тушенку уже стоят и уже покупают. Вот тебе уже чистые деньги. То есть цикл сделки неделя, но нам надо помочь нашему брату-мусульманину, которому сейчас нужны 20 миллионов. Мы просмотрели бизнес-инвестор. Нужен инвестор, получается? Да, нужен честный инвестор. При этом 25% годовых как бы можно даже на этом заработать. И таких идей, и таких предпринимателей все больше и больше. Поэтому если вам нужны денежные средства от инвесторов, либо вам нужны идеи, либо вам нужны денежные средства, мы готовы в этом вам помочь. То есть я правильно понял то, что здесь нужно, чтобы бизнес был действующим? Или стартапом может тоже к вам обратиться? Стартап тоже интересная тема, но мы в этом случае будем объяснять инвестору потенциальному, что стартап – это более рискованное занятие. И если ему эта идея понравится, то мы познакомим его с основателем стартапа. И если они договорятся, то почему бы нет? Пожалуйста. Потому что наша задача сделать так, чтобы все стало прозрачным. И для инвестора, и для основателя бизнеса. И если все условия всех устраивает, то почему бы нет? Второй критерий – это безопасность. То есть мы обязательно страхуем нашего инвестора. То есть то имущество, либо актив мы переписываем именно на инвестора. То есть инвестор сам купил, он сам все делает, но у него как раз-таки стартапер – это управленец, который говорит, что надо сделать. Важный критерий – это то, что мы работаем с большими суммами. То есть это не просто миллион, два, три. То есть мы проекты ведем от 10 миллионов рублей выше. То есть потребность даже стартапа, она должна быть от 10 миллионов выше, да? То есть масштаб его видения, развития и так далее. То есть здесь интересен такой фактор, то что все-таки человек, он может напрямую какого-то инвестора искать. То есть ваши плюсы здесь через вас выйти – для инвестора это то, что безопасность, то, что вы сами будете каждым процессом руководить, для условного бизнеса или стартапа – это то, что вы можете ему найти, подобрать инвестора. Тут все очень просто, брат, смотри. Вот я сказал, что есть планета инвесторов, есть планета бизнесменов. И они не пересекаются, к сожалению. Да, ты правильно говоришь, что часто сейчас многие ищут бизнесы, ищут инвесторов, инвесторы ищут бизнесы. Но, допустим, они встретились, где-то там случайно встретились, или кто-то что-то порекомендовал. Будет 100% доля недоверия друг к другу. 100% – это так устроен человек. Допустим, бизнес показывает свои цифры, а насколько они достоверны? Вопрос у инвестора возникает. Второй вопрос. Бизнес думает, а насколько хороший этот инвестор, насколько он надежный, насколько он… Тоже же вопросов много, да? Насколько он там не будет мне мозг выносить, грубо говоря, чтобы не лезть мне в оперативную деятельность. И вот эти все вопросы мы будем убирать. То есть мы будем гарантировать, что до того, как они договорятся, все вопросы будут выяснены, выявлены и закрыты, чтобы потом они к этому не возвращались. Останутся только уже потом рыночные условия. Как будет работать бизнес, и как будет спокойно ждать себя инвестор. Получается, если все-таки какой-то конфликт возникнет, после уже запуска в этот конфликт, получается, вы тоже так же как-то руководите, смотрите, чтобы озарулить. Но мы, конечно, мы можем это делать, но это не наша задача в принципе, да? Но наша задача сделать максимально, чтобы таких конфликтов не было. Начиная от составления договоров, заканчивая как бы всеми проверками. Вот Артур может заниматься, например, у нас проверками, как он говорит, что за предприятие, насколько там оно чистое, и были ли какие-то там грехи у него до этого. Что-то, может быть, он утаивает. Он это все до того, как будет сделка, он все это выложит и инвестору покажет. А когда они вдвоем сойдутся, вряд ли он будет показывать это, да? И инвестор не сможет это выкопать. Да, согласен. Если платформа, как вы сказали, уже существует, куда можно обращаться, где вообще ознакомиться, консультацию какую-то провести? Это Артур надо ответить. Пока еще все упаковывается, поэтому пока в личку. Можно с погодом вам написать. Сейчас уже подбираем персонал, делаем площадки, удобно, это сайты, поэтому все, пока. Мы тогда сразу здесь только рождаются. Здесь покажем инстаграм Кумара и Артура, чтобы можно было написать и произвести действовать. Спрос каждым годом растет. Все мусульмане растут и развиваются, аль-хамдуля. И каждому бизнесмену в какой-то момент требуется либо дополнительное инвестирование, либо куда-то инвестировать. И как раз-таки наша площадка позволяет обратить внимание на тот или иной бизнес, либо где взять правильные деньги. Потому что с каждым годом идет популяризация именно финансово-исламского банкинга. И их настолько уже много, что мы как бизнесмены даже не знаем, что в Казани находятся 6 таких-то банков, что на Кавказе уже 8 банков. И куда можно обратиться, с каким пакетом документов обратиться. И как раз-таки мы как площадка выявили все главные критерии этих банков, какие нужны документы. И обращаясь на нашу площадку, мы заместо вас делаем все пакеты документов и уже отправляем все запросы вместо вас. Ну и предварительный анализ делаем. То есть у всех потребности разные. Например, у меня вот друг пришел и сказал, я ему задал вопрос, он хочет инвестиции получить. А я ему говорю, а ты не обращался что ли в эту компанию? Он говорит, обращался, но они не смогли договориться. Значит, мы ему предложим другую, потому что они не одни. То есть они уже, аль-хамду-ля, развиваются и становятся много. Кто-то специализируется на иджаре, то есть лизинге, кто-то на мударабе, кто-то на мурабахе. И вот в этом просто мы помогаем разобраться. Тем более, лимит доверия к этим компаниям, которые уже на протяжении 10-15 лет работают, раздают именно халяльные линейки своего продуктов. Им постоянно нужны инвестора, которые в год показывают стабильно 10-20% то, что они инвесторам возвращают. Поэтому мы можем подзнакомить инвесторов с данными финансовыми халяльными учреждениями, которые как раз-таки требуются. Можно сказать, что вы первый, кто организовывает подобное или есть на рынке уже? Я, по крайней мере, не знаю. Сейчас рынок такой. Вот именно в этом году, аль-хамду-ля, то, что в России за ближайшие 2-3 года новые законодательства, подзаконные акты выходят, чтобы именно позволить мусульманам работать в России по шариату. И как раз-таки саммиты, Бриксы как раз-таки говорят об этом, о том, что ислама в России становится все больше и больше. Аль-хамду-ля, мы это очень рады. И мы понимаем о том, что Сбербанк, запуская свои ипотеки, запуская свои кредитные линии, ему нужны такие бизнесмены. А мы о них не знаем. Мы знаем только вот, кто вокруг нас. Теперь, когда к нам будет больше обращаться мусульман, у кого-то, не знаю, девелоперские проекты, у кого-то свои сети магазинов, мы можем помочь нашим братьям во всех регионах, потому что мы взаимодействуем с этим банком. Мы взаимодействуем, и мы знаем о том, что у них есть специальный контроль шариатский, в котором уже выдают ниже ставки той, которую у всех в России. Но при этом это халяль. Все-таки мы говорим, что есть действующие халяль-банки, они эту функцию, получается, они не закрывают. То есть помощь за закупи оборудования и так далее, как Амаль. То есть они такого рода услуги не присутствуют. Но они работают с тем, кто к ним пришел. А дойти не все доходят. А чтобы человек, инвестор или тот, кому нужно, дошел туда, куда ему нужно, ему надо помочь на самом деле. Хорошо. А как вы помогаете тогда здесь дойти? А у нас база получается, как инвесторов, так и финансовых учреждений. И мы знаем их изнутри. Инвесторов знаем потребности, здесь знаем возможности и помогаем принять правильные решения. То есть другие компании, они не создали идентичную схему. Ты знаешь, вот как бы не парадоксально звучало, вот пойдешь ты в Сбербанк, например, и попросишь то, что тебе нужно. Они скажут, а у нас нет. Сто процентов можно найти продукт, которого нет. А у другого есть. А человек как должен знать все? Он не может знать все. Ему проще обратиться к нам, мы ему скажем, что вот здесь лучше взять лизинг, вот здесь лучше Мударба, а вот здесь Мурабаха. Я не знаю такой компании, чтобы у него было все. Нет такой компании. Даже если мы говорим не про исламское, а про общие финансы. Здесь уместно будет вообще сказать то, что все-таки те инвесторы, которые будут, и те, кто, допустим, захотят деньги получить, инвестиции получить, ну, разного рода видения в плане религии, да, в лице нас кто будет уступать с человеком, который будет говорить то, что Мударба условно вот так она должна взаимодействовать. Там же мнения тоже разные у всяких. 90% нашей аудитории это только мусульмане. Даже бошли. 99,9% наших клиентов, зрителей этого подкаста это только мусульмане. Поэтому мы работаем только с аудиторией мусульман. Даже если к нам завтра придет русский Вася, который скажет, слушайте, мне понравилась ваша идея. Ну, аль-хап-билля. Это же будет еще одна причина для того, чтобы он увидел ислам с другой стороны. Поэтому наша задача как раз таки помочь всем бизнесменам и также русским, нерусским, чтобы у них были без расточительства такие кредитные линии. Это прекрасное видение на самом деле, потому что Аллах помогает своему работе до того времени, пока кто-то помогает своему брату. А здесь как бы целому обществу, здесь самый лучший застуд, который полезен. Я думаю, вы очень глобально высокие цели как бы ставите. И пусть Аллах облечет вам в этом. Аминь. Мы надеемся, что будем сопутствовать. Центральный банк, он должен увидеть, благодаря как раз таки, нашим кейсам, кейсам своих подконтрольных банков, о том, что именно по шариату можно работать. Если убрать вот эти даже расточительские проценты, все равно все будут в прибыли. Всевышний обязательно барракат даст каждому, если мы будем работать по шариату. А само государство как-то не будет сюда потом влезать в палки-колеса. Это же все-таки невыгодно. Да, на самом деле выгодно, почему нет? Это же банк, банк это бизнес, пусть он будет даже исламский, у него он там закладывает свою какую-то норму доходности. Это будет выгодно. Просто наглить не нужно, я считаю. они же по факту должны рисковать тоже, по шариату. Мы знаем, что без риска нельзя входить в сделку. Они это поняли, приняли, и мы видим, что открываются же банки один за другим, исламские отделения, исламские банки. Получается, можно сказать, что мы серьезную конкуренцию будем давать негаляльным банкам? Это, конечно, громко сказано, серьезную конкуренцию. Мы навигационная система в сфере финансовых халяльных активов. То есть, обращаясь к нам, мы просто знаем, какой банк, с каким учреждением, с каким предприятием можно поработать. Дай бог, иншаллах, всевышний нам поможет, и мы сможем вот в этой навигационной системе построить нечто большее. На сегодняшний день мы всего лишь хотим помочь. инвестор, он нам пишет, куда правильно, куда выгодно вложиться. И те проекты, которые на сегодняшний день есть, ему это не устраивает. У него есть 50, 100 миллионов рублей, а мы знаем это учреждение, которое реально стабильно работает, которому нужно инвестирование. Пусть это будет, я не знаю, мясокомбинат, который премьер рассказывал. У него стабильно? Стабильно. Мясо все едят? Все едят. Сейчас как раз-таки консервы из СВО, очень наши многие братья-мусульмане как бы покупают, они прям вагонами уходят на СВО. Поэтому его тушенка разлетается. На складе ни одной банки нет. Поэтому почему бы нам не познакомить этого брата с данным заводом? Почему бы нам не подготовить, минимизировать все риски? Так же и с другими кейсами. И таких запросов у нас сотни. Вместе сотни запросов. Кумар, Артур, подскажите, куда вложить? Кумар, Артур, скажите, пожалуйста, а где выгодно взять? А кто дает? А кто может помочь моему бизнесу? И вот как раз-таки тенденция такая, то, что исламский мир в России, он финансово сильно развивается, аль-хамдуля. поэтому нам мы вынуждены открыть такую площадку. А с чем, кстати, связано то, что вот эти только год-полтора, как вы говорите, рынок начал меняться и, аль-хамдуля, более халлизироваться, да, так сказать, вот эти многие ниши начали открываться? Ну, это, наверное, не год-полтора. Я вот вспоминаю время, там, пять, десять, пятнадцать, двадцать лет назад. Это, мне кажется, такой стабильный поступательный рост идет. Просто это так и должно быть. мы оптизировались. Это, получается, предприниматели как бы ислам более оптизировались. в том числе, может быть, и людей, те, которые принимают ислам больше, и предпринимателей становятся больше. И есть, наверное, причины, которые, типа, того, что вот говорят же, как это пословица-то, вынуждены мы, вынуждены сейчас в таком мире жить. Мир же непростой, очень сильно поменялся. Кризисы, эти все, конфликты, они вынуждают нас немножко перестраиваться и быть более самостоятельным, более самостоятельные решения принимать. Кумар, почему все-таки вот в Европе больше тенденция образования финансовой части, она выше, чем у нас? Почему мы остались как-то на дне? Я бы не сказал, что на самом деле гораздо выше, просто у них это все началось раньше. Началась раньше рыночная экономика, начались раньше рыночные финансовые отношения на более высоком уровне, только из-за этого. А так проблема у них тоже глобальная на самом деле. Это же проблема, которая везде есть в мире, то есть потребление, сверхпотребление, маркетинг, реклама, корпорации заставляют людей вытаскивать деньги из карманов и отдавать им. Наша задача научить людей больше оставлять себе. То есть, например, если мы заходим в магазин, там магнит, пятерочка, неважно, там перекресток, мы понимаем, то что по факту 99% всего, что лежит на полках, нам не нужно. Нам нужно только крупа, хлеб, молоко, мясо, рыба, все. А все остальное это просто маркетинг и реклама, просто для того, чтобы человек отдал свои деньги. И это везде в мире сейчас эта проблема есть. Сверхпотребление под влиянием эмоций, под влиянием маркетинга, корпорации просто высасывать деньги у людей. Не хватает денег, иди возьми кредит, но купи. Это проблема везде. Так что я бы не сказал, что у нас просто рыночная экономика началась всего лишь в 91-м году, в 92-м году. Началась. А у них это уже 100, 200, 300 лет назад началось. Поэтому мы просто должны это все прожить, пережить. Там проблем тоже очень много. Вот вернусь, смотрите, братья, вчера в 23-17 мне пишет брат Саид, который пишет и отправляет фотографии своего производства, в двух словах описывает, что у нас низшее производство, оборудование уже закупили на 30 миллионов, но у нас есть госконтракт на 17,5 миллионов. Нам не хватает ресурсов в размере 3,5 миллионов. Можете предложить? Или есть знакомые, которые могут вложиться? И мы должны сделать 2500 лотков. 500 мы уже сделали, 4-5 месяцев. Вот он показывает его производство. Видно, да, то, что здесь на самом деле живые изделия делаются. На следующем видео видно о том, что эти вот лотки как раз-таки производятся. Это какие-то магистральные лотки, что ли? Ну, видимо, какой-то тендер, госзаказ. Но мы понимаем о том, что вот он просит реально каждый день, каждый день нам пишут люди, которые говорят, нужны деньги, нужны оборотки. Так давайте проверим эту компанию. Давайте найдем инвестора, который просто сидит, и у него деньги не работают. Давайте соединим этих людей. И мы должны как раз-таки с Кумаром создать ту площадку, в которую будут доверять. У нас будет Шура, у нас будут компаньоны, партнеры, которые как раз-таки смотрят за халяльность, потому что, может быть, есть моменты, которые мы, например, не знаем, и благо у нас в Сатарстане есть такие люди, которые следят за тем, чтобы правильно или неправильно что-то делать. Заключим правильные договорные отношения и поможем. Ведь и брату нужно, и инвестору это нужно. Поэтому такая большинство, как мы очень востребуем. Вот таких кейсов же очень много, то есть, я как говорил, есть планета бизнесмена, вот она, ЖБИ, а есть планета людей, в которых есть деньги, он не знает, куда их инвестировать. Особенно сейчас это для него боль, потому что инфляция высокая, и он не знает, куда инвестировать грамотно. И вот мы как раз, площадка, как мы назвали ее сегодня, которая поможет все выяснить сначала, то есть, не просто вслепую их соединить и чтобы они там, что угодно произошло, нет, сначала сделать всю подгодовительную работу, проверочную, аналитическую, и только потом они сами примут решение, подходят они друг для друга или нет. Вот такая задача наша. Представь, у тебя свой бизнес, ты заходишь на наш агрегатор, на наш сайт и видишь 40 финансово-мусульманских учреждений. Ты видишь описание, ты видишь, чем они занимаются, но тебе не надо направлять во все 40 заявку. Тебе достаточно, чтобы тебе наш менеджер позвонил, связался, взял у тебя пакет документов, он сам во все 40 заявлений отправит во все учреждения. И в каком будет одобрение, либо какой-то, если от 3-4 компаний, например, тебе понравится предложение, ты можешь выбрать сам. Мы тот агрегатор, который поможет твоему бизнесу быстрее достучаться и взять денежные средства, либо активы, либо лизинг. Это прекрасное облегчение, я думаю. Потому что, в первую очередь, это облегчение, потому что у человека потребность выявилась, он не знает, откуда постучаться. Потому что это сложность, и сроки говорят, и это облегчение. Это прекрасно, я думаю. Вы в долгосрок как думаете, во что это все превратится, как у вас видение этого, так сказать, направления? Я думаю, что Всевышний даст нам баракет в этом пути. И завтра откроются новые двери того, чего мы даже не знаем. Я очень надеюсь, что баракет в России будет о том, что большинство бизнесменов будут работать со всеми банками. Все банки, у каждого будет подразделение халяльное, при этом все увидят о том, что денежные средства, каждый богатеет на этом. И я думаю, что наши инвестора уже будут смело доверять любому бизнесмену, но через такие площадки, как мы. Это в рамках только России или любая другая, так сказать, страна? Нам достаточно в России пока. Я бы не ограничился, иншаллах, мало ли. Но у нас, видишь, сейчас такая уникальная ситуация в России создалась, когда к нам выгоднее идти с деньгами, а не наоборот. Там условий таких нет, как сейчас Артур говорил, если ставка там около 18%, по-моему, сейчас процентов, Центробанка, это получается, что зарабатывать нужно и можно 25, 30, 40 процентов это нормальные доходности. Таких они никогда не видали. В России сейчас предложений мало. Спроса много, предложений мало. Из-за санкций мы хотели бы многие продукты купить. А что мы можем покупать? Давайте автомир возьмем. Китай, 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 Китай. Ну, как бы, если ты хочешь привезти, ну, так себе. Вчера опять говорят, что ЗИК заблокировали, да, там, либо еще что-нибудь. То есть, ну, у Телесбор завтра еще раз поднимут. А как тебе такой ход? Поэтому ты сидишь в ожидании, когда же что произойдет. А зачем? Приходи на наш рынок с деньгами, там, из Дубая, там, либо с другой какой-то страны. Приходи с деньгами. Здесь можно строить заводы. Здесь можно делать именно новое предложение рынку. Мы готовы к этому. Денег много. Мы все купим. То есть, санкции, это сейчас большая возможность для России, то есть, для инвестеров, чтобы что-то такое фундаментально самоорганизовать. Возможности, да, возможности есть, как бы, и много возможностей, но и риски тоже есть. Мы понимаем, что риски остаются. Завтра всякое может случиться, и каждый принимает решение сам, как это все будет для него. Но мы же видим, что отношения, раз у нас с Западом закрылись, сейчас Россия смотрит в сторону Востока, там тоже вроде нормальные отношения к нашей стране. Я просто не знаю, насколько там инвестиции к нам идут, не идут со страны, вот как ты говоришь, там, Эмиратов, Индии, Китая. Я этим, эта информация не владею. Они боятся. Они скорее всего боятся, вот я об этом и говорю. Они боятся, и поэтому у нас, вот как Артур говорит, возможности много, но реализовывать, реализовывать пока некому. Братья, я думаю, очень много интересного мы затронули. Давайте под конец кратко дадим какую-то пользу, кратко совет сказать. В первую очередь, это про финансовую грамотность, раз уж мы про это начали говорить. И кратко про видение рынка, что в дальнейшем нас ждет по Галяльному рынку и как мы могли бы способствовать этому всему. Что касается финансовой грамотности, дорогие друзья, я думаю, что вы не будете спорить, то что мы каждый день вынуждены иметь дело с финансами, с деньгами, и если вы не будете им управлять, то они будут вами управлять, и рано или поздно у вас будут проблемы. Поэтому получайте знания, знания о том, как работают деньги, по каким законам, по каким принципам. Это на самом деле несложно. Либо самостоятельно, либо приходить учиться. Я уверен, что эти знания помогут вам стать увереннее, богаче, стабильнее, и достигать поставленных целей очень тоже помогут. Точно тогда на ваши плечи, Артур, это видение рынка, как вы думаете, как рынок будет расширяться, и как каждый второй бы смог способствовать этому? На сегодняшний день в сложной экономической такой ситуации при турбулентности очень выгодно как раз-таки нам, мусульманам, найти тот или иной продукт, в который можно инвестировать. Вокруг нас очень много продуктов, проектов, именно халяльных, которые надо инвестировать. Поэтому я вас призываю, звоните, приезжайте к нам, и мы вам подберем тот или иной продукт. Братья, Джизаку Малхайр, на сегодняшнее время я благодарен вам лично каждому, что вы делитесь вот этой всей пользой, и мы тем самым конкурируем с ненужным, бесполезным контентом среди вот этой медиа, которая занимает наше время, время наших детей и так далее. Сто процентов. Джизаку Малхайр. Малхайр. Слава Богу. Слава Богу. Ча.